НСА это самый крутой турнир, который только есть среди всех видов спорта. Город Европы я установила после того как поела шурмы. По восприятию всего ты не русский. Мы спортсмены, которые делают свою работу. Чтобы попасть в сборную команду России, из всего потока, из всего года попадешь только 2-3 человека. Откуда ты такая молодая, там выскочила? Была я и вот ты там проплыла. Я не готов, потому что я не остыл как спортсмен. Расстелила мне в проходе автобус и я лежала, потому что сидеть я не могла. Вы тогда по Италии, как вы туда попали? По чьему наставлению? Ну я уже сказал, это тоже интересный момент. Мы летели, по-моему мы летели с чемпионатом мира. В Дубаях, где проходил короткий чемпионат мира. И в принципе все шло своим чередом. На тот момент я уже был и рекордсмен мира, и на разных дистанциях, и был в топе спринтеров в России. Ну вот опять же, какой-то переломный момент, и мы летели с чемпионата мира в самолете с Женькой. Рядом сидели с Каратышкиным. Я говорю, Жень, я что-то хочу поменять, я устал, я хочу что-то попробовать. Я всегда был экспериментатор. Мне нравится всегда что-то менять, что-то новое пробовать. То есть я не люблю ходить по одной и той же системе. Ну как бы жизнь такая интересная штука и короткая штука, да. То есть лучше попробовать побольше и узнать побольше. И Женька, вот как раз уехавшись за год до этого в Италию, говорит, Серега, ну хочешь, я поговорю с тренером. И он поговорил с тренером, с Андреем. Я написал тренеру. И в январе, мы летели в декабре, и в январе я поехал на пробный сбор. Ну я быстро адаптировался. Я приехал на пробный сбор, на меня посмотрели, Андрея на меня посмотрел, потренировал. И ему понравилось. Ему понравилось мое отношение, как мне говорили тогда, на тот момент итальянцы, они говорят, Серега, ты не русский. По восприятию всего ты не русский. Потому что русские приезжают всегда зажатые, неразговорчивые, такие все, вы знаете, ну, это менталитет. Наверное, это связано с проблемой языковой еще, знаете. Ну нет, просто менталитет русский, то, что вот мы как бы вот сами в себе, да, мы должны все держать сами в себе. А я приехал, и мне говорят, ты другой, ты общаешься, ты что-то разговариваешь, ты постоянно вот такой, ну, мобильный. И я остался там. Мне понравилось, потому что на тот момент действительно это была супербригада. А кто оплачивал сборы? Мне помогало министерство спорта, мне помогал мой регион, за который я на тот момент выступал. Ямал-Ненецкий. Автономный округ, да. Я как раз год до этого, по-моему, перешел за них выступать. И спасибо тоже на этом огромное, что я сделал этот шаг. Она вообще дорого обходится, вот, тренировки за границей? Ну, конечно, недешево. Если честно, если говорить по ценнику, то недорого. Если все поставить на систему, это не дешево, я согласен, это не дешево, но та система, которая проходит даже у нас по сборной страны, она, по сути, сопоставима. То есть оплачивание спортсмена сборной страны, допустим, на тренировочных мероприятиях, на сборах, на соревнованиях, ну, это все сопоставимо, примерно одно и то же. Ну, там ты сам за себя платишь, знаешь, для чего ты это делаешь, да? Как бы ты едешь туда осознанно, что я отдаю свои деньги тренеру за тренировку, и ты уже по-другому, совершенно по-другому относишься. Поначалу я поехал за свои деньги точно так же, как было то, что я там заработал, на первый сбор, на пробный, на второй, я платил свои деньги. И я понимал. А сколько стоит? Ну, на тот момент, по-моему, нахождение месяц в Европе, ну, вот в Италии, да, мне обходилось порядка... 600, 700, нет? Полторы тысячи евро все в сумме. Ну, за месяц. За месяц. Ну, туда, конечно, евро было. Ну, 30, в общем-то. Ну, допустим, да, даже если сейчас перевести, ну, это 100 тысяч рублей. Ну, там не 5, не 10 тысяч евро. Ну, это, включая все в себя, сейчас проживание, питание. Проживание, питание, оплата тренеру, как бы, его работы, да? Вот, вполне, да. Это, я и говорю, это адекватные. Это адекватные деньги, и я поехал ради этого. Я поехал, я начал отдавать свои деньги, и я начал понимать, зачем я приехал. То есть, если я до этого работал в системе здесь, мне все оплачивали, я ездил по сборам, у меня все так хорошо. То есть здесь я вышел из этой системы. Я начал вкладывать сам себя. Я начал вкладывать, и я начал понимать, что тренировки нужны, в первую очередь, именно мне самому. Не тренеру, который меня тренирует. Ты уже не можешь пропустить, проспать, как некоторые бывают. Ну, пропусти, пропусти. Хочешь там не прийти, не приди. Но ты же сам понимаешь, что ты за это заплатил, свои же деньги. И, конечно, вот здесь уже приходит осознание вообще спорта в целом, что ты начинаешь понимать, что тебе можно, что тебе нельзя. Ну, опять же говорю, я поехал ради того, ради спарринга. На тот момент спарринг там был очень сильный. Это был Женя Каратышкин, это был Милорат Чаевич, это были Джейсон Данфорд, Дэвид Данфорд. И приезжали постоянно к нам люди, итальянские спринтеры, еще с других стран, которые постоянно вставали в бригаду. И я рос, я учился вместе с ними, рос вместе с ними. На тот момент я был самый младший, да, даже в их компании. И, конечно, я вот этот опыт получал именно от них. Там другая методика тренировок, другой подход тренеров. Чем отличается от российского спорта? Во-первых, это клубная система, это немного другое, да. То есть ты приезжаешь в клуб, где, по сути, все уже отработано, где работает специалист по ОФП, обязательно. Где работает диетолог, где работает врач, если тебе нужен, да, физиотерапевт, кинезиотерапевт. То есть если у тебя есть какие-то проблемы, ты знаешь, куда обратиться. Ну, естественно, тренер с тренером... Помощник тренера обязательно. Да, есть помощник тренера. И они все работают в совокупности. То есть они одного спортсмена, одни одного спортсмена расписывают полностью на год. Ну, это как бы, если, чтобы вот, как бы, кто не понимает, это так. Вот ты сделала тренировку, да, в зале. То есть ты должен ее перенести на воду. То есть не так, что в зале я делаю силовую, а потом добиваю себя еще 8 километров еще на воде. То есть потому что тренеру на воде вообще не важно, что ты там делал в зале или не делал ты в зале. Нет, там такого не было. Как бы я так как сама плавала с Сергеем. То есть если я прихожу из зала, убитый, я не могу плыть в воде. Ты должен чисто либо доделать эту силовую, то, что делал в зале на воде, ну, это 2-3 километра, потому что там большие лопатки, парашюты и все такое. Либо ты вообще просто купаешься, потому что тренер понимает, что на воде... Ну, в зале ты сделал то, что, в принципе, ты то же самое сделаешь там за 8 километров на воде. То есть зал это такая же тренировка, это не ОФП, это уже профессиональный спортсмен, действительно, веса, прыжки, что-то еще. Ну, как бы разный цикл. Также потом тебе, например, берут анализы, по анализам видят, что у тебя сейчас такой период, что тебе нужно восстановиться. То есть это все в совокупности, там врач тебе, там он по анализам отправляет к врачу, врач там советует сделать то-то-то, сходить на массаж, сделать это, потому что мышцы твои загружены. Я могу сказать, что там никто, ну, если вот сейчас Настя зашла в эту тему, не из-за фармакологии, допустим, восстановиться, а именно своими. То есть там к этому относятся еще жестче. Если как бы вот кто-то не знает, за границей же это вообще, это сразу уголовно преследование. То есть если кто-то пришел, там увидел какие-то таблетки, еще какие-то вещи, все, тебя закрывают и тебя, и тренера, и всех подряд. Повезли сразу, да, полностью, не просто там какие-то там работы, да, а сразу ты едешь уже по уголовному преступлению. А в России, по сравнению с Италией, вот в Италии там командная работа, там вот тренера, чем отличается? Тем, что у нас работа одного тренера, одного спортсмена. И тренер по плаванию, допустим, он должен знать и УФП, и полностью всю физиологию человека, а еще и некоторые знают и массаж. Ну то же самое, что один учитель в школе преподавал бы литературу, математику, историю, еще английский. Ну как бы он не может это все... То есть тренер, он, допустим, собирает себе пять личностей. Еще должен быть чуть ли не второй мамой, второй папой рассказывать. Одного спортсмена, у него еще куча спортсменов, правильно? Как бы там ты не один, ты в бригаде там некоторых по 10 человек, у некоторых там, ну понятно, там 2-3, все равно есть у нас в бригаде. И ты не можешь за все отвечать. То есть у нас есть там команда КНГ, контрольно-научная группа, которая берет кровь, там отслеживает. Но дальше эту кровь он кому должен передать? Врачу, который посмотрит и скажет, вот у него проблема с тем-то, там еще с тем-то, ему нужно сделать то-то, то-то. А у нас нет этого. И тренеру потом сказать рекомендации, тренер тогда снести. А у нас дали результаты. Я пришел и тренер посмотрел, сказали, нормально. Ты знаешь, что это такое? Ну как бы другие, да? Там понятно, если ты кучу лет в этом варишься, во всем ты знаешь. А другой посмотрел, ну за что отвечает это? Да не знаю, ну а это? Да не знаю, ну ладно, значит, все нормально, все положил. Гемоглобин там увидел. Ты себя как чувствуешь? Хорошо? Да, все хорошо. Ну ладно, давай дальше будем работать. И как бы ты работаешь, вот это индивидуальный подход. Вот обычные говорят, да, индивидуальный подход. Хоть он и в клубе, но все равно вот эта совокупность тренера, физиотерапевта, они к тебе подходят индивидуально. То есть вы делаете определенную работу какую-то совместную, в клубе, да? Да, да. Но они знают, допустим, у этого человека более там анаэробная система развита. У этого анаэробная здесь, ему нужно силовое. И вот это вот, оно постоянно крутится, вертится. Главное, что все это прикреплено залом. Тренер по залу, он должен быть. Он знает, как тебя растянуть, что тебе нужно, там все. У нас этого нет, к сожалению. Какой год мы там в сборной просим этого? Ну... Представляете? Это нет. Хотя он должен быть. Потому что даже приезжая на чемпионаты мира, чемпионаты Европы, с каждой командой есть тренер по залу, который даже разминку проводит. Мы наблюдали за командой Китая, который... Нет, японцы. Японии. Японии. Которые на Мариностров, на турнир. Мариностров привезли команду в 20 человек. У них было 6 массажных столов, 6 массажистов, которые и разминают, у них есть с собой и набивные мячи, и маты, и там тренажеры какие-то. И ты видишь вот эту систему, когда ты приезжаешь к команде, и у тебя стоит один массажный стол, один массажист. И то не на каждый турнир. То, что их вывозит, массажистов наших, это хорошо, спасибо. Вот, они нужны в любом восстановлении, потому что оно нужно. А когда у команды в 20 человек приезжает 6 массажных столов, и с тобой полностью вообще там куча специалистов, которые каждый отвечает, один... Один за разминку, другой за растяжку. Некоторые, я говорю, мы дошли до системы. Мы не говорим о том, что у нас все плохо. Нет, у нас нормально. Просто мир чуть-чуть пошел еще дальше. Просто разница, чтобы определить разницу. Мы до сих пор думаем о том, что пловцы плавают. А мир пошел по системе, что пловцы это спортсмены, которые могут сделать все, и которые должны быть атлетами, которые должны уметь все. И прыгать, и бегать, и, я не знаю, скакать, если надо. Ну, это нормально. Потому что то, что делают даже там, у нас принято, что зал нельзя, да, там загружаться, все. То, что мы видели на чемпионате Европы в глазах, как Адам Питти за 10 минут до 100 метров, на котором он стоял рекорд мира, он и прыгает, и мяч тягает, и блин у него там, и все. И он делает, в принципе... Чуть ли не со штангой, понимаете, берет и прыгает. За 10 минут. За 10 минут до старта. Он просто готовит свой организм к старту. У него нет такого, что там, мне тяжести нельзя за месяц поднимать, вообще там, к залу не подходить, и прыгать нельзя. Я только вот... Главное, чтобы палец не поднимался. А у нас есть такие спортсмены, которые боятся вообще двигаться перед... Ну, это совершенно другое. То есть, ну, а это стоит на потоке, как бы, это людям объясняют, что, как. Но у каждого своя физиология в том-то, и вот система, да, то, что каждому нужно свое. То есть, то, что заходит спринтеру, не может заходить человек, который плывет 800 или 1,5. Это как бы, это совершенно разные вещи. Им одно, этому другое. Для этого нужна сдача крови, для этого специалисты должны смотреть, расписывать, советоваться с тренеру, говорить. А у нас получается, что мы все в одной... Ну, в Америке-то тот же принцип, получается, тренировок. Тот же подход. Ну, да. Поэтому у нас многие уехали в Америку. Ну, единственная там система отбора еще жестче, чем здесь в России. Если мы здесь в России, как бы, вот у нас есть, да, один какой-то такой изумруд, из которого пытаются выточить, да, его нашли в детстве, и его начинают точить, 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 то в Америке такого нет. Там таких изумрудов горстых. А вот кто сам себя вытачит или из кого это вытащит, это уже другой вопрос. Ну, на чемпионате Америки, да, там три финала. А, Б и Цеплова. И они все могут заменить, по сути, наших, да, спортсменов. То есть у них вот этот поток, ну, конечно, у них количество занимающихся человека, во-первых, ну, по-моему, если я не ошибаюсь, раз в 20, наверное, больше, чем у нас. Хотя у нас тоже сейчас плавание идет по правильному пути, оно популяризируется. Но система отбора и отсеивания гораздо больше там. Ну, если привести пример, допустим, вот с 89-го года, скрывать не буду, да, сборный, ну, было нас, опять же, я говорю, да, приходит заниматься порядка миллиона, допустим, если в год взять и округлить, да, миллиона пловцов в год. А в сборную попадает 2-3 человека. То есть дети, родители и вообще тренеры, которые работают, они должны понимать, что, чтобы попасть в сборную команду России, из всего потока, из всего года попадешь только 2-3 человека. или 4. Ну, год на год не приходится, потому что там где-то есть демографический кризис, да, как вот в наши годы, да, сейчас пошел прирост, потому что, ну, страна начала с 94-го года выходить из этого. А у нас, у нас такого не было. Из тех, кто прошел с детства все соревнования до взрослого, да, то есть остался я один. То есть кто начал с веселого дельфина еще раньше, прошел весь путь и вот дошел до, ну, там, еще остается в какой-то, в какой-то мере в сборной еще где-то, да. Ну, то есть вот эти тренировки в Италии, они все-таки дали свои плодотворные корни? Ну, конечно, дали, 100% дали, потому что Сережа просто тренером итальянским, он стал бронзовым призером Олимпийских игр, то есть он после Италии. Но вот даже я, уехав туда, просто увидела, как это, что это, эту систему совершенно другую, то есть это вот просто стоит сменить. Почему ребята сейчас уезжают в Америку? Потому что все равно это другое, они просто приезжают туда. Это большое количество народу, которые все хотят работать, все работают и все, потому что едут туда, зная, что ему нужно результат показать, да. И как бы это вообще совершенно все по-другому, просто это... Ты работаешь в группе, ты работаешь там на износ, то есть если ты пришел и сказал, ты платишь за это деньги, ну, ты приходишь и тебе говорят задание, и ты вроде думаешь, все, я устал. Ну, ты смотришь, и еще, ну, там, 10-20 человек таких же, как ты, они не говорят, что ты устал. И плыву дальше, и ты начинаешь, естественно, сам себя заводить для того, только для того, чтобы не уступить им. Ну, другая. А здесь у нас идет в основном точечная работа, идет работа один на один. Это система всей страны. И, как бы, правильно Сережа сказал, никто не говорит, что у нас плохо. Просто у нас так, а у них так. И они это видят уже чуть-чуть. У нас нет университетского спорта, у нас нет вообще. А мы все прекрасно знаем, что NCAA – это самый крутой турнир, который только есть среди всех видов спорта. И в Америке он воспринимается не просто, какой чемпионат мира, им не нужно это абсолютно. Им нужно выступить на NCAA, им нужно командой или университетом выиграть там вот этот кубок. И они считаются лучшими в Америке и вообще в мире, да, то есть как они себя ставят. Они лучшие в мире пловцы, если выиграли NCAA. А ваша самая запомнившаяся победа, самая любимая медаль, которая вот дорога? Моя медаль в саду сейчас, в детском. Ну, действительно, как бы у меня вот тоже вместе с рождением сына произошло переосмысление всего. И я понимаю, что спорт – спорт – это спорт, а жизнь – это жизнью. И когда родился сын, я уже поменял свое отношение к спорту. А сына отдадите в профессиональное плавание или в профессиональный спорт, в любой другой? Посмотрим. Мы будем как бы показывать, мы будем показывать дорожку, а выберет ли он уже эту дорожку – это не факт. То есть это должно быть его решение с нашей помощью. Ну, как бы мы можем только корректировать какой-то путь, корректировать дорожку, там, где-то что-то, где-то что-то помогать. Но сказать, что вот он станет суперспортсменом, ну, конечно, хочется, любому родителю хочется. А получится, да, я буду рад, если он, как бы, будет, если он найдет реализацию свою в чем-то, и найдет себе цель, задачу, и будет просто радовать родителей. Вот, наверное, основное. Настя, а у вас любимая медаль, любимое достижение? Ну, конечно, это ребенок. Это, ну, как бы, понятно, что, да, там, как бы банально это не звучало, но просто это все медали меркнут, когда, там, он болеет, например, да, он болеет, и я понимаю, да, зачем, да, я готова вам все отдать, только чтобы он был здоров. Это, я просто сейчас, так как я чаще, чем Сергей, езжу на сборы, да, там, я общаюсь с ребятами молодыми, я понимаю, что они живут плаванием. Для них проигрыш, неудача, для них это все, это вся жизнь, как для меня, там, было в 12-м году. Но с появлением ребенка, я понимаю, что такая ерунда, я даже, ребята, ну, я не могу, я им это объясняю, там, рассказываю, я понимаю, что пока в голове они еще не созрели на это, у них нет еще сейчас самого главного, да. Для меня это, конечно, сын, семья, потому что, ну, вот, все там, да любой родитель отдаст все, чтобы только твой ребенок, там, был здоров. Конечно, это моя медаль, там, главное. Ну, а если вот говорить действительно о медали, как вот, это, наверное, до, я бы ответила, что Олимпийские игры, да, в Лондоне, там, серебро. Но, наверное, сейчас это все-таки, именно после возвращения, это, наверное, чемпионат Европы в Глазго. Да, потому что, да, медали в Рио, она, ой, в Рио в Лондоне, она Олимпийская, да. Но, пройдя весь этот путь, понимаешь, сколько всего, там, усилий, да, стоило, вот, именно это в Глазго, медаль чемпионата Европы, золото, что ты жертвуешь и семьей в какой-то мере, ты уезжаешь, да, ты работаешь. И, наверное, сейчас, вот, после ребенка она вот такая самая, как медаль, именно она, наверное, самая дорогая. Да. Она, ваш кумир в плавании есть вообще, вот, кумир? Ну, когда мы росли у всех, наверное, был у нас один кумир Александр Владимирович Попов. Да. Ну, так как все равнялись, и на тот момент, конечно, еще были и Денис Панкратов, да, и Владимир Сельков. Но на тот момент, так как я любил, естественно, ну, там, кроль и вольный стиль в целом, да, ну, конечно, он был царь, царь воды. Ну, когда я уже с ним познакомился, я понял, что это тоже действительно великий человек. Человек, который в свое время выигрывал, побеждал, но успел построить семью, воспитал отличных детей, и вообще у него, как бы, все сбалансировано. О чем, как бы, да, мы и говорим, о том, что можно все совместить, можно все успеть и стать еще четырехкратным олимпийским чемпионом. Все еще впереди, Надя. Ну, у меня, если честно, никогда не было кумира в плавании, ну, не знаю, вот, как-то сложилось, я не могу сказать, что, там, я равнялась на кого-то, да, мне нравилось, как плейут Стаси Комарова, ну, как-то, ну, не было так, что, вот, я хочу быть, как она, я, там, вот, буду, вот, нет, я просто шла вот к своей цели. А вот сказать, на кого именно, ну, вот, не могу, честно. Ну, да, ну, это, ну, как бы, не сотвори себе кумира, да, говорят, это самое основное. Я не скажу, что Саша был кумиром, это просто был, ну, такой, идеал, в принципе, как бы, вот, вроде у человека, вот он такой, такой, такой. А назовете трех лучших сейчас, по вашему мнению, пловцов? На данный момент? Да. В мире или в стране? В мире, в мире, в мире. Ну, у каждого, наверное, свои будут. Один закончил. Вроде закончил, но, кстати, обещал, может быть, даже вернуться, если честно. Я уж не верю, что... Это про Фелпс или про Фелпс? Фелпс опять собрался возвращаться. Я слышал такую мульку, не знаю. Как говорят, сейчас, на данный момент. Сейчас, на данный момент. Фелпс, понятно, это легенда уже, его, как бы, и через 10 лет, и через 20, как бы, все, кто будут вспоминать, но... Номер один сейчас, в моем понимании, это Клим Колесников. Ну, это новый формат, новый формат, который я узнал. Я таких людей еще не встречал, и, ну, прикольно, что на своем, да, плавательном веку я его увидел. Ну, кто еще? Клим первый еще, кто? Клим первый, да. Второй. Чубков. Чубков, да, тоже. Чубков тоже мега крутой парень, который... Его брат, конечно, он... Ну, он... Он удивляет. Он удивляет тоже восприятием, как мужчины, и в нем я вижу... Ну, действительно, мужское начало, я вижу восприятие всего. То, что у Антохи, ну, у него... У него есть цель, к которой он идет, но у него есть и цель дальше. У него есть будущее, в котором он себя видит. Мы будем озвучивать, как бы, то, что там... Его абсолютно... Ну, он себе наметил, и дай бог, чтобы он в этом реализовался, но... То есть для него плавание это часть, этап жизненный какой-то. Он не видит ни грези, да, тем, что там он всегда будет в плавании, но то, что у него есть цель за спортом, это очень здорово, потому что, как бы, не каждый спортсмен может похвастаться тем, что у него есть цель, куда деть себя после спорта. Ну, вот Антон, вот, из немногих. А Колесников, Чубков еще кто? Третий в мире. Мировые? Я про мировые говорю, я понимаю, что у нас самые крутые все равно спорцы, да. То есть, ну, я знаю многих, Настя уже говорила, да, то есть я общаюсь со всеми пловцами, абсолютно со всеми, и со всех стран, потому что, ну, у меня есть благо. Нет, есть одно благо, да, у меня нет языкового барьера, поэтому я общаюсь. Кто третий? Ну, может, девушки. На самом деле, очень, ну, в тройку, конечно, тяжело прям вот три выучить. Я, конечно, назвала бы Сару с Йостром, потому что, ну, как бы, тоже сильна. Она сильна, не просто сильна, она долго шла к этому, к тому, чтобы стать сильной. У нее был период, когда она показывала феноменальные результаты, потом в 2009 она, вот она, молодая, вообще суперталантливая, ставит рекорды мира, потом до 2012 года она плывет, и в 2012, представляете, человек приезжает, она выиграла все, а в 2012 ее оставили без ничего на Олимпиаде. Потому что это Олимпийские игры, да, и потом Сара перерождается и за четыре года становится суперсильной. Ну, конечно, здорово, что она переродилась все-таки с Андреем Рославовичем, с нашим тренером сборной, который был с нами в 2012 году. Мало кто знает, что именно он подготовил ее к Рио, то есть он ушел работать в Швецию, уехал и тренировал ее, и эти результаты – это его заслуга. То есть, как бы, я думаю, что мало кто знает это, поэтому, конечно, это очень здорово. Ну, я почему-то думал о мужском плавании, но, подумав о женском, наверное, котинка хоша. Ну, конечно, котинка, естественно. Потому что это тоже человек, который… Майкл Феллф в юбке, да? Ну, она Майкл Феллф в юбке, но столько, сколько она преодолела тоже всего, и, наконец-то, пришла к своим золотым олимпийским медалям, это многого стоит. Несмотря на то, что она не молодая, она моя ровесница, и девушка, которая… Она очень молодая, ну что… Знаете, у нас в плавании, в принципе, в России, наверное… За 27 ты уже не молодая. Какую 27? 25 уже все. Уже 25 какой-то, ты чего-то еще плаваешь. Я сейчас мне, ну, как бы, 30 на меня смотрят, говорят, ты зачем? Ну, вообще, ты как это делаешь? Я говорю, да мне потому что нравится. Тогда вопрос по поводу спорт и зарабатывания в спорте. Возможно, вот сейчас в современном мире совмещать? Или для пловца, спортсмена, в спорте есть заработок? Или все-таки еще параллельно где-то работает? Ну, для профессионального спортсмена, в принципе, спорт – это заработок, да? Когда ты уже заходишь даже в нашу систему нынешнюю, то есть, естественно, ты понимаешь, что, ну, спорт – это то, что… Это твоя работа. Это не хобби, это действительно работа, да, потому что ты получаешь за это деньги. Чтобы заработать, ну, сейчас в новом формате это интересно, потому что есть этапы Кубка мира, есть формат Финна чемпионсшип серии, ну, серия чемпионов. Новые соревнования, которые будут вот буквально через… Я сейчас просто точное название могу вспомнить. Через 10 дней, это первый, как бы, раз, это вот Финна сделала. Какие там призовые? Общий призовой фонд – 4 миллиона долларов, насколько я понимаю, то есть… Но формат сделан так, что только 4 сильнейших пловца мира… На одной дистанции. На одной дистанции ты плывешь один раз, только 4 человека, и вот… Никто не знает, как это будет, да? То есть, ну, Финна обозначила, и это был формат совсем других соревнований, которые очень сильно популяризировались, и у нас, ну, на данный момент они отошли в сторону, и эта система – это переход к клубной системе. И в моем понимании это будет будущее, это интересно, и это действительно даст зарабатывание денег и финансов пловцам. Ну, а вот чуть раньше, вот вы как зарабатывали? Мы по системе, мы все в системе. Возможно выживать? Выживать возможно, и жить возможно. Ну, это, конечно, не зарплаты там. Но это ты должен быть в топе, ты должен быть всегда в топе, ты должен быть… Только ты пропускаешь один год, там, не едешь на какие-то соревнования, естественно. По любым причинам. Снимают зарплаты, никто не будет рассматривать, какие у тебя причины, там, заболел, что-то там сломал, не смог проплыть по состоянию здоровья. Ты не проплыл, ты не поехал на основной старт, тебя сняли с зарплаты, все, ты ничего не получаешь. То есть, это не так, что там тебе платят, там, у тебя контракт, еще что-то. Нет, такого нету в нашем виде спорта. Это, как бы, такого не бывает. Нет, бывает. И будет. И будет. В будущем. В будущем будет. С приходом, опять же, клубной системы, каких-то договорных обязательств, страховок, контрактов, да. То есть, ну, когда действительно это перейдет на профессиональный уровень. Когда люди начнут понимать, за что они получают деньги, за что они отдают деньги, и что они должны делать за эти деньги. Пока, ну, это все вот расплывчато. А средняя зарплата спортсмена какая, пловца? 20, 30, 50? У всех по-разному, потому что все зарплаты все равно получают свои в регионах. У каждого в регионах своя заработная там плата и свои нормативные там формы. Поэтому при наличии результатов заработаешь нормально. Хватит на себя, на жену, на сына. При неналичии результатов, это, опять же, самый большой вопрос, да, почему... То есть в регионе тебя могут оставить еще там на зарплате, на федеральном уровне, на министерство все-таки? Ну, опять же, возвращаясь к учебе, самый большой вопрос у человека в 18-19 лет, ну, или в 20-21, ну, вот пока результат шел, и вот у него остается вопрос учиться, жениться, работать, что? Вот самая большая проблема, когда мальчик приходит в 20 лет, да, уже не мальчик, и говорит там, ну, я хочу плавать, а зарплаты-то и нет. Ну, или есть такая, на которой он пойдет работать в магазин, там, в кафе, еще куда-то, и будет получать больше. Я знаю много спортсменов, которые, любя свой вид спорта, там, в 27-28 плавали, потому что они это любят, потому что, ну, как бы, и пойти вроде некуда, да, но зарабатывая при этом 5 тысяч рублей, ты понимаешь, что ты уже, как бы, мужчина, ты, как бы, уже и семью, как бы, должен создавать, кормить, но 5 тысяч рублей зарабатывая в плавании, естественно, нет. И есть люди, которые раньше это понимают, в 23 года, и уходят, потому что там фитнес, потому что в фитнесе ты будешь получать, ну, естественно, больше, из-за этого проблемы. Вот она проблема, вот вот эта дыра, которая, потому что это, ты зарабатываешь каждый раз. Получается, ты должен постоянно подтверждать то, чтобы тебе платили зарплату. Вот ты зимой был на педестале, тебе ее платят. Вот ты летом не попал на педестал, извините, у тебя не будет зарплаты. Настя, ты у нас капитан сборной нашей России. Какие на тебя ответственности, какие обязанности? Ну, таких нету особых обязанностей. Поддержать, поговорить, представить спортсменов, там, от лица спортсменов представить какие-то проблемы руководству, да. То есть такое связующее звено, да, выслушать то, что творится в сборной и сказать об этом. Но жаль, что не всегда меня слушают и слышат, как бы вот это тяжело. То есть спортсмены выливают иногда на меня, Настя, надо что-то менять, там, вот это проблема, а вот это, вот это. И я, как бы, иногда бывает, говорю, ребят, стоп, подождите, это как бы... У нас нет полномочий. Да, мы спортсмены, мы исполнители. Так же, как я капитану, это не должность капитана. Это чисто формально, да, я за это не получаю деньги, да, деньги. У меня нету, там, документов, в котором написано, что я капитан, и я могу, там, на тренерском совете или на президиуме Всероссийской Федерации плавания взять слово и сказать так-то, так-то, и мой голос будет услышан. Нет, я не имею права принимать участие в выборе главного тренера. Но мы это не можем никак, в принципе, да, не полномочий. Я капитан, это вот чисто, это просто вот формально, да, ну вот есть и есть. Смежное звено между командой и главным тренером. Я могу донести, но услышат ли меня та, и это уже, как бы, это не мое. То есть я могу стучаться, но вы сами должны понимать, что потом все равно все недовольства выливаются на меня, потому что, как бы, говорят, что, Настя, это, как бы, некорректно, почему. А я объясняю ребятам, что мы не имеем права. Ну, по сути, мы просто подчиняемся. Мы спортсмены, которые делают свою работу. На нас плыть, а то связующее звено между нами и руководством, это не капитан даже, это тренер, который, как бы, мои проблемы, как спортсмены, может донести руководству, да, а уже руководство, там, идет дальше по лестнице. То есть вы сами понимаете, что это все вот так вот. Ну, не может человек на обычной работе пойти, там, к генеральному директору сказать, а мне нужен выходной. И вот, ну, такого не бывает, да? Или сказать, что вы нам не нравитесь, давайте мы другого выберем. Ну, что скажет человек? Что скажет, увоняем от тебя, как бы, уходи, и все. И вот, как бы... У нас небольшое путание идет такого, знаете, вот этого процесса, потому что все думают, что... Ну, я не спорю. Хочется поменять. Результат дает спортсмен. Ну, спортсмен, это не главное. Ты, по сути, исполнитель. Ты пока даешь результат, ты нужен. Наверное, потому что мы это уже прошли, мы чуть-чуть постарше, чем ребята, да, молодые, как бы, мы это понимаем. И хочется поменять эту систему, там, хочется действительно, там, ходить, стучать в двери, говорить, кричать, ребята, услышь, там, руководство, услышьте нас, там, мы спортсмены, не хотим этого. Нам нужны вот эти сборы. Нам нужны на сборе те-то, те-то, там, по специалисту, а не те специалисты, которые вы нам даете, там, по каким-то причинам своим. Можно там ходить, да, кричать хочется. Но, по сути, кто мы такие, чтобы это делать? Ну, не можем мы это делать, потому что мы всего лишь спортсмены, которые вот выбрали и плавают. Потому что я больше чем уверена, что в других федерациях тоже есть проблемы, но если бы это было в Советском Союзе, нам сразу сказать, ну, вот, как бы, тренер мой даже, если бы это было в Советском Союзе, при других тренерах, за какой-то бунт, тебя просто сказать, с корабля и все. Ну, не ты, так другое. Как у нас многие говорят, но как без меня? Я же в сборной, кто там, куда без меня поедут-то? Да запросто поедут. Ну, забудут уже через неделю, потому что появится еще один такой же. И, конечно, это все, я очень поддерживаю спортсменов, я реально люблю каждого, там, спортсмена в команде. Я, там, принимаю все эти, их переживания, потому что сама хотела бы это все изменить, но нету полномочий. Не изменить, а помочь. То есть, ну, как бы, есть у нас там видение, да, желание, еще какие-то... У многих, да, и мы можем собраться вместе, там, кричать. А вот более у опытных, потому что понятно, что, ну, молодые юноши, они, как бы, да, амбиции бьют ключом, там, вот, давайте все, мы там, мы готовы на бунт с флагом вперед. Вот, нет, или, там, с голой шашкой, да. Мы, может быть, сами хотели, но мы уже понимаем, как бы, что, ну, мы... Машина тяжелая, неповоротливая ее... Ну, как бы... Нет, дело даже не в машине, а просто нужно быть более политкорректными, да, нужно сначала подумать с этой стороны, потом зайти с той стороны. Потому что кричать-то мы можем, но не знаешь последствий какие. Все в системе в этой стоит, ну, как бы, там, в системе руководства, в системе спортсменов. Еще же нужно понять в смежном замене, да, там, то есть есть менеджеры, еще что-то. Потому что когда садишься обсуждать это с руководством, понятно, они начинают приводить аргументы, которые мне, как, например, там, даже капитану, я понимаю это, что с их стороны это, как бы, действительно, тоже много есть пунктов, из-за которых они делают именно так, как есть. Я это понимаю, и потом, когда я начинаю разговаривать об этом со спортсменами, начинаю объяснять, и вроде как бы все складно. Может быть, просто нужно побольше проводить бесед, руководство со спортсменами, чтобы они действительно там рассказывали, почему именно так. Не обоснованно, вот, я сделала вот так, потому что я вот сказал, а просто понять это. И вот, кстати, когда ты слушаешь, и ты действительно смотришь это с другой стороны, что, ну, да, возможно, действительно, тоже система там, они проходят через кого-то, да, там, между нами и ими стоит еще куча всяких органов там и все. Ну, как бы... Ну, так разговор о юных как раз вот спортсменах или юные конкуренты, как они? Как они вам? Это нормально, должно быть. Сейчас, секунды, они становятся быстрее, как-то все так... Ну, мир не стоит на месте и прогрессирует, это в любом случае. Это нормально, все говорят, ой, Настя, как так, там, третий, да, на чемпионате России, ой, молодые спортсменки. Я понимаю, что им 17 лет. Я перематываю это все на 2006 год, когда я появилась в 16 лет, в 2007 год, в 16 лет я просто встала, обыкнала Стасю Комарова, когда она таким вот тоже, когда мы сейчас с ней общаемся, она тоже мне рассказывает, Настя, я как бы не поняла, откуда ты, вот такая молодая, там, выскочила, была я, и вот ты-то проплыла. Я об этом не думала, но мне было 16 лет. И сейчас я понимаю, что это нормально, им сейчас 17-18 лет. Это как бы нормальный возраст для показания результатов, и это должно быть. Внутри не обидно? А это должно быть. То есть в 2016 году, вот мне все говорят, Настя там отобралась на Олимпиаду, там, на мир, а потому что никто не отбирался, потому что была я и Даша Устинова. Все, не было никого. И, ну, как бы, получается, второе место, я вот становилась вторая, даже с худшим результатом, чем сейчас, я третья, как бы, я даже из минуты не выплывала, я была третья. Ой, вторая тогда, и ездила на Олимпиаду, и на Чемпионат мира, потому что некому было плыть. А сейчас, да, команда такая набралась, которая уже в финал, он плотный, вот Даша Васькина, там, Маша Каменева, это здорово. То есть ты действительно понимаешь, что, да, есть люди, которые... Не обидно только из-за того, что ты уже действительно плавание воспринимаешь по-другому. Если бы мы жили только плаванием, тогда, конечно, ты бы начал на себе рвать волосы, еще что-то. Но когда ты понимаешь, что рано или поздно это все равно придет, это 100%. Ну, допустим, ну, мне нравится отношение ребят ко мне в сборной. И мне нравится, когда я в сборной нахожусь, да, то есть как бы я уже делюсь опытом, делюсь какими-то моментами с ними, советую. То есть они спрашивают меня, Серега, а как вот здесь, а как чего, а что нужно сделать? Ну, или как вот здесь лучше? Мне от этого приятно. То есть мне приятно делиться уже опытом со спортсменами. И я за них переживаю уже, потому что я-то прошел этот период. Может быть, в тот момент мне и нужна была такая там, какое-то наставление, поддержка. Но если я это могу сделать, то я обязательно передам свой опыт и свои какие-то переживания, мысли, эмоции. Ну, и в один момент... В один момент кого-то можно там тряхануть, сказать, соберись, другого наоборот, сказать, так, ты отойди, ну, тебе так будет лучше. То есть ты уже смотришь с точки зрения не как там просто спортсмен или как конкурент, а человека, который может помочь в чем-то. А сколько плавать за тренировку? Сейчас уже, конечно, меньше, чем раньше. Ну, во-первых, часто плаваем уже не по две тренировки, а по одной, потому что, ну, все-таки хочется побывать больше с семьей. И бытовые, да, там, вопросы, еще что-то. Ну, и в возрасте в таком уже, как бы, я не вижу смысла, да, там, плавать больше. Хотя там и тренер другого мнения, и Сережа там вообще говорит, надо еще меньше плавать. Настя, потому что ты наблюдаешь и общаешься с спортсменами другими в мире и понимаешь, что там они делают совершенно другую работу. Что-то больше в зале заменяют, да, больше технических уже. Нет таких работ там по 8 километров. Мне они уже не нужны, потому что меня сейчас мотивирует именно то, что я не провожу весь день в бассейне. То есть у меня есть другие дела, я прихожу, делаю свою тренировку, ухожу. Если я буду проводить две тренировки в бассейне, как молодые спортсмены, ну, я скажу через месяц, я не хочу, я устала. Влад Гринёв говорит, что он не проводит две тренировки в бассейне. Он не проводит, на сборы. На сборы? Да, да. Ну, это вот как бы сложилось. Это, возможно, ему, кстати, очень большой плюс. Может быть, он просто не загружен этим. Он не думает и ничего не хочет, как бы, вот ему в кайф. И тренер молодец, что он как бы с ним на одной волне. Он как бы не считает, что ему нужно просыпаться в 6 утра, чтобы поплавать, потому что у них вода, как я знаю, предоставляется слишком рано утром, либо поздно вечером. Потому что ему нужно обязательно сделать работу, там, обязательно там… Они выбирают поздно вечером. Они приходят вечером, делают свою тренировку. Поверьте, можно за одну тренировку сделать то, чего не сделают другой за две тренировки по 8 километров. Ты можешь делать хорошую работу, откатать технику за 5 километров и спокойно уйти, зная, что ты все сделал. А другие могут плавать два по 8 и толку от этого вообще не будет. Прокачать сердечную мышцу, да? То есть раскачивать ее, но у тебя не будет ни техники, ни спринта, это не… Ну, как бы много моментов, которые еще есть. А нам, ну, допустим, в нашем возрасте мы наплавали, наплавали немало. Объем-то не маленький за стеной стоит. Ну, да, ну, дальше раскачивать сердце. И сравнивать все, как там говорят лекторы. Вот там, ой, а что это у нас типа одной тренировки плавать? Все же по две. Ну, им 17 лет, им по две как бы полезно, потому что они должны это наплавать, а мне в 29 уже… Интересный вопрос, безусловно, о спорте травмы, спортивной травмы. Хотя плавание считается у нас самым менее травматичным спортом, но травмы присутствуют. Как это в вашей жизни? Спорт, спорт профессиональный – это всегда борьба с травмами. И здесь… Ну, у спортсменов, конечно, у пловцов все равно самое травматичное – это плечи, у брасистов колени, да, насколько мы знаем. Спины. Спины. Есть проблемы у всех, абсолютно. Здесь, на самом деле, все закладывается на детском уровне. Если все правильно, подход правильный, ставится правильная техника и грамотный подход к, опять же, к физподготовке. Не просто бей-беги, да, там, или, ну, бери штангу, просто давай тягать ее. Если это все делается грамотно, с правильной техникой, тогда… Тогда и спортсмен живет долго, и счастливо. То есть вот у меня… Ну, опять же, если на себя переключить, у меня случилась первая травма, которая вообще была. Она случилась в 2015 году. У меня начались какие-то там проблемы с плечом. Они решились за 2-3 месяца, но они были. Ну, сейчас там случилось еще, там, вторая, третья – это нормально. А выбитые пальцы на финише? Ну, выбитые пальцы – это вообще стандарт у пловцов, потому что… Особенно у спринта. Издержки профессии, можно так сказать. Потому что, плывя, конечно, спринт, ты, ну, отключаешь голову до такой степени, что ты просто вот тебе лишь бы только врезаться в бортик. Некоторые руки ломают как бы все равно, потому что ты касаешься прямой рукой, делаешь вот так, как бы, и выбивает локти. Я сама часто выбивала локти именно на соревнованиях, там, на разминке ты касаешься, и неудачно. Спринт – это же такое дело, да, то есть мы говорим о сотых секундах. То есть либо ты коснешься ладошкой, либо ты коснешься пальцем. Вот у тебя уже фактически 20-30 сантиметров, которые ты можешь урвать только из-за этого. И, ну, травмы… У Насти слышали, да. У Насти, да, от спина. Ну, да, была, это уже длиться, как бы, длилась. С 10-го года началось, действительно, спина очень беспокоила, из-за нее я пропустила чемпионат Европы в Будапеште в 10-м году. И хорошо, что на тот момент, в 2009 году, когда первый раз случилось это, в 2010-м я поехала, вот на Европу пропустила, и, приехав после к врачу, меня посмотрели и сказали, «Все, мы тебе запрещаем плавать, тебе нельзя это делать. Ты либо плаваешь кролем, либо вообще не плаваешь». Ну, на что я сказала, «Да, хорошо, я буду плавать кролем». Ну, как бы, все, меня отпустили, ну, как бы, вроде рекомендации мы тебе дали, что тебе нельзя плавать, иначе ты будешь, ну, мне в открытую сказали, «Иначе ты будешь сидеть в инвалидном кресле», потому что, как бы, там не все хорошо. Уже в те, там, мне было 20 лет всего лишь, это очень рано было, что там спина моя рассыпалась, да. И тогда вот мне повезло, что я в Стре... Как бы, мы нашли вот именно вот этого доктора. Это все благодаря... Нашли мы его благодаря Ирине Герману, невичаниной, которая в то время тренировала Юлю Ефимову. У Юли тоже были проблемы, и вот мы вместе уже... Мы нашли его, потому что, действительно, все было очень печально. Потому что в 2010 году я ехала на Европу выигрывать ее. Когда я была в 2008, на самом деле, вот, у меня в жизни, в моей задолгую карьеру была Европа в 2008 году, и Европа в том году, в 2018. Потому что в 2010 я пропустила, в 2012 нас не возили, потому что мы ехали на Олимпийские игры. В 2014 я была беременна, в 2016 тоже не возили, потому что это были Олимпийские игры. И вот и 2018 год. И как бы, то есть, завсюду такой долгий путь спортивный, и всего лишь вторая Европа. И тогда, на тот момент, в 2010 году, я помню, Сережа был рядом, и это было очень обидно, потому что я ехала туда лидером. Ну, когда в 20 лет тебе еще говорят о том, что спорт заканчиваешь, ну, наверное, девочки, которые в самом расцвете сил, которые рекордсменка мира, Европы и России на тот момент, и вот он, вот он, ну, пик-то сейчас должен... Болела сильно, болела очень, то есть... Выкручивали, как могли, в любом случае. Я ехала, я даже не думала о том, что, как бы, я смогу все-таки встать и поплыть, потому что я не могла наклоняться даже. Ну, то есть, не то, что я шевелиться не могла, там, это я ехала, мы ехали со сбора в Будапешт на автобусе, мне Ирина Викторовна Моторкина расстелила, купила подушку, матрас, расстелила мне в проходе автобуса, и я лежала, потому что сидеть я не могла. То есть я вот в таком состоянии ехала на чемпионат Европы, и когда мне уже в конце к эстафете сказали, что, Настя, ну, вроде ты там ходить начала, может, все-таки поплывешь, потому что твоя помощь нужна, я говорю, ребят, нет, я боюсь, что я сделаю поворот, и там прямо вот, там и застряну, на этом повороте. И, конечно, вот, ну, мы вылезли из-за этого, да. А через год она становится чемпионкой мира. Угу, вот. Да, то есть я могла послушать врача и закончить. Опять-таки, это, получается, наш российский врач. Да, да, я поехала... При этом мы европейские врачи. Не помню, в каком году мы с Юлей. Наверное, как раз после Европы о лет... В девятом. Нет, в десятом. В девятом мы лечились очень долго с Юлей в Москве. А в десятом мы уже после Европы поехали в Германию, там были две недели, где делали МРТ, и нам доктор сказал, что, господи, ну, позанимаемся мы, просто нужно закачивать мышцы там, все такое, все нормально. Как бы, да, сказали по жизни, вам придется просто этим заниматься. Ну, а эта проблема, она есть. Ну, это просто, это у всех. Я думаю, у любого человека. Когда ты еще в спорте, там, постоянно ты все равно и выпрыгивания делаешь какие-то, и все. То есть я этим, ну, как бы, и все. И я действительно начала закачивать, и у меня перестали, будет проблемы. А после беременности... Беременность, наверное, беременность, это единственный период, который у меня вообще не болела спина, как ни удивительно. Меня не беспокоила она. Я спокойна, вот, видимо, вот, там, не знаю что, но я спокойна. Видимо, все сбалансировано туда, куда нужно, да. И все, и все, и с тех пор, да, у меня бывают проблемы, но таких, как было в то время, у меня уже нет. А травмы, ну, опять же, это дело, да, профессиональный спорт, конечно, у всего есть лимит, но, опять же, повторюсь, что если с детства прививают правильное плавание, ставят правильную технику и правильное отношение к разминке, к суставам и к самому себе, тогда и спортсмен может продержаться дома. Теперь небольшой такой блиц-крик, вопрос, который интересует подписчиков, вот, в принципе, вот, как не потерять мотивацию? Блиц, он должен быть быстрый, а ты начинаешь задумываться. Как не потерять мотивацию? Переключаться почаще. Просто искать плюсы во всем, что есть. Ну, во всем. Если тебе надоело плавание, ну, оставь ты его плавание на месяца-два, зимой, уйди кататься на лыжах, потом ты вернешься. И это практикуется часто, потому что, особенно у профессиональных спортсменов невозможно, и все равно хочется что-то сменить. Некоторые уезжают за границу, там, уходят другому тренеру. Нет, не надо прыгать только от тренера к тренеру, потому что вот хочется. Это не факт, что там... Это не факт, что там... Вот многие говорят, если результат встал, нужно поменять тренера. Надо поговорить с тренером сначала. И понять, от чего идет это. Не сомневаюсь, что идет это все от тренера, правильно? Может быть, это период такой, переходный... У девочек переходный возраст, да, там, у мальчиков все что-то, там, они все равно же... Мальчики набираются мышцами, да, там, ну, как бы, все равно формируется организм, и он у всех такой. Не бывает такого, что ты всегда на каждом соревновании что-то там будешь прибавлять, как сейчас некоторые ребята там приезжают, и по секунде скидывают, да, кажется, не бывает такого. Все равно когда-то будет период, когда у тебя результат будет стоять. Но вот это уже, вот это самое тяжелое. Либо ты идешь, ты переламываешь это, тренируешься, идешь дальше, либо ты уходишь в спорт. Вы знаете, я последние пять лет просто, ну, договорил, последние пять лет на полтиннике бьюсь за сотые. За сотые. То есть у меня результат, ну, стоит примерно 22.00 до 22.15. И как бы вот... 14, 13, 15. 14, 13, 10, 9. И как бы вот ты плывешь, о, на сотую улучшил. Нормально, прогресс есть. Представите, что такое сотая доля секунды, да? А прогресс есть. За год на две сотых улучшил, все. Значит, вообще по правильной дорожке идешь. Ты держишься, это уже здорово, да, ты там не упал вниз. Но, я говорю, в любом случае, тут все зависит все равно от тренера и спортсмена. Сколько раз уже сдавался и собирался все бросить? Раза четыре. Часто. Каждую тяжелую тренировку, мне кажется. Ну, раза четыре в юношестве, а после этого, после неотборов в Рио. Но все как бы переживается, все переосмысливается и идет дальше. Со скольки лет занимается плаванием? Что делать, чтобы добиться успеха в плавании? Не торопиться заниматься плаванием прежде всего. Просто вот не надо. Не до, чтобы позже придешь, позже закончишь. Нет, но есть определенное. Ну, как бы детство, оно должно быть детство. Не факт, что если ты в четыре года пойдешь, отдашь ребенка плавать, что он у тебя будет плавать. Нет. Не факт, что он тебе в четырнадцать не скажет, я не хочу, все, во, все, убил и как бы, ну, мне надоело. Когда почувствовали, что станете лучшими? Когда ребенок появился. Я точно понял, что я стану лучшим папой. Лучшим папой точно у меня есть шанс стать. Просто вопрос, который бьет все наши рекорды, это питание. Как вы питаетесь? Это спрашивают через вопрос просто у нас постоянно. Правильно, сбалансировано. Питание общее и питание перед стартом. Вот два вопроса таких. Ну, ты, честно, когда мне было 18 и сейчас, это разное питание, поверьте. В 18 я могла пойти на ест бургеров, пойти плыть, и я не думала об этом. Я могла есть ночью чипсы, честно. Мне не казалось, что там что-то такое я делаю неправильно. Подумаешь, я их люблю, и шоколад я ем, и там, и все такое. Ну, да, толстею, и там еще что-то, да. Сейчас это совершенно по-другому. Я уже смотрю, что там, как после предварительных, что лучше съесть перед полуфиналом, чтобы было легче. Ну, вы видели ее в 18, и вот сейчас в третье. Ну, как бы, есть разница, поэтому она начала задумываться о питании. Ты не думаешь, я действительно говорю, я в Питере, и вот все мои близкие люди знают, что в Питере рекорд Европы я установила после того, как поела шурмы, хорошенько там сходила еще там. Сколы попила. Сколы, и все, и я установила рекорд Европы, и все вот смеются, вот, Настя, это там питание чемпиона. Это 18 лет. Мой организм не понимал. Сейчас, если я поем вечером чипсов в 7 часов, я утром встану, и я скажу, зачем, за что, Настя, ты это сделала, потому что там ты их любишь в детстве, да, но это не значит, что тебе сейчас их там можно, и все такое. Это совершенно разное, и сейчас уже задумываюсь, что перед соревнованиями тебе нужно сесть на диету, на какую-то... На какую? Не диета, просто следить за питанием. Вот день перед стартом, завтра старт. Ну, во-первых, на ночь нельзя есть углеводы. Ну, например, лично я, тяжелые особенно, чтобы они как бы... И также днем мясо, оно очень тяжело. Ну, это должны быть продукты, которые легко усваиваемые, которые перевариваются. Теорганизмы уходят на переваривание мяса, а не на то, чтобы ты плыл, да, например. Но это начинаешь понимать, когда тебе становится больше лет. Скажи мне это лет 10 назад, я скажу, какое, какие силы, да у меня их вагон, зачем? А между заплывами утренний и вечерний? Просто стандартное питание. Ну, все равно, утренний, то, что тяжелое. Вообще, на самом деле, если ты привык к режиму питания одному, ну, то есть, ну, все дети там или юноши едят обычно там дома, да, то есть у них есть завтрак, обед, ужин там, все, что готовят. Не надо ничего менять. Вот если поменять перед стартом, вот тогда будут проблемы. То есть, если у тебя есть режим питания уже, питайся, ну, как бы в нормальном, правильном режиме, все, вот как оно есть, по определенным часам. Если ты начнешь там себя сбивать, вот здесь мне надо не поесть, вот здесь мне надо изменить все. Ну, допустим, у меня вот оно как было, так и есть. То есть, в день старта оно ничего не меняется. Если я привык есть днем суп, то я должен его обязательно съесть. Если я привык там днем после супа съесть, там, допустим, какие-то макароны, я это и съем. А если я начну там, представьте, сидеть там, какой-то батончик есть или вот салатик, чтобы получше себя чувствовать, организм скажет, а что случилось-то, в чем причина-то, мне куда двигаться на старт или на то, что мне нужно там, ну, еще еды где-то получить. Как убедить ребенка продолжать тренировки и не бросить все из-за проигрыша на соревнованиях? А, это уже работа родителей. Это должен быть подход родительский, грамотный. Это уже педагогика, это уже другое. Это действительно заложено именно только в тренере и в родителе. Тот, кто умеет выйти из этой ситуации, тот, получается, сможет вырастить чемпиона. И от родителей, и от тренера, конечно, не может зависеть. Чемпиона даже не в спорте, а чемпиона по жизни, потому что спорт без поражений – это не спорт. То есть ты должен научиться воспринимать это как должное и уметь это все переварить, уметь это все пережить и стать лучше. Фелпс или Ефимова? Совершенно разные вообще, в принципе. Ну, наверное, я выберу Ефимову, потому что я с ней очень близко знакома, как бы, и я знаю все, через что ей пришлось пройти. И, наверное, ну, это такой настоящий путь спортсмена. Я понимаю, что Майклу тоже много через что пришло. Ну, просто я не знаю так близко, да, все там, все, что происходит. Но знаю Юлю, и все препятствия, и все преграды, и травмы постоянные. У нас там сколько-то лет было, в принципе, все вот как в зеркальном отражении. Наверное, конечно, Юлю я выберу. Наверное, Фелпс и Ефимова вместе. Это был бы просто вот какой-то суперспортсмен. Потому что они оба... То, как чувствует воду Юля, ну, я думаю, это не каждому дано. Потому что этот человек действительно такой человек-рыба, что ли, который может не плавать и все равно и уплыть. Потому что, ну, это дано. Реально ли без тренера добиться результатов в 40 лет? В 40, да. А зачем? Вопрос просто интересный. Зачем? Ну, как бы просто узнать свой организм, узнать себя, возможно, да. Ну, как бы, почему нет? Ну, в 40, честно, можно. В 20 или в 18, в 16 нет. Если есть какая-то цель, задача, почему нет? Но для чего? Так, а оно того стоило? Вот все ваши труды? Конечно. Это же интересная жизнь. Если бы прожили заново? Я бы ничего не поменял. Ничего тоже не поменяла. Спортивная жизнь, это действительно интересная жизнь. Это жизнь полной эмоций и разъезда, и переезда. Сейчас уже с годами, смотря на все это, понимаешь, что вот именно та ситуация, которую ты переживал в тот момент больше всего, она тебе была для того, чтобы потом получить именно то, что получил. Потому что там в 10 году травма, да, там слезы, все, там не было бы без этого, вот именно этого. И все это как-то идет цепочкой, ты понимаешь, что вот это именно было для того дано. Тот человек, это тот проигрыш именно для того, чтобы дальше выйти именно. Что надо делать, чтобы плыть быстрее? Советы юным пловцам. Учиться. Нет. Самый большой учиться и как бы отвлекаться побольше. Я считаю, слушать тренера не нужно родителям лезть туда. Потому что сейчас очень любят родители лезть туда, куда им не нужно, не стоит. Если ты привел ребенка, ты доверил его тренеру, вот пусть тренер уже с ним работает. Да, есть разные тренеры, не спорю, там, которым иногда стоит там что-то там сказать, что там с моим ребенком лучше так. Но ты доверил его, вот и найди именно того тренера, которому ты доверяешься, своего ребенка, с которым твой ребенок будет уже идти к результату. И самое главное быть помощником. Потому что тренер и спортсмен, это тандем, вот это единая связь, неразделимая. Если спортсмен не верит в своего тренера, у них ничего не получится, я считаю. То есть ты будешь постоянно думать, а вдруг я не подготовилась, а вдруг там тренер мне не ту тренировку дает или еще что-то. Нет. Ты пошел к нему, но будь добр, уже доверься и все, и иди. А родители же чаще всего что говорят? Ты должен. Во-первых, ты должен. А что должен ребенок? Кому? Что он должен? Вот по факту. И что говорит тренер? Ты должен. Кому? Что? Сам себе за то, что он пришел сюда, и он занимается, он хочет этим заниматься, неправильно. Ну, ребенок, во-первых, не выбирает, куда ему идти, по сути, правильно? Это потом уже он выбирает, куда что-то. Может, он сегодня в плавании, а завтра в хоккее или вообще там стихи пишет. Мужен бизнесменом будет, может, он поэт, я не знаю, стихоплет, еще что-то. Это мы сейчас там, вот даже мы, как родители, понимаем, что нам сейчас нужно выбрать, да, куда ребенок. А то, что он хочет и там мы хотим, это вот бывает чаще не совпадение. Ну, в любом случае, чтобы был результат, все равно ребенок должен довериться ему тренеру, поверить в него. И не так, что каждая неудача на старте, родители винят тренера. Нет. Это не факт. Как бы, возможно, результат будет дальше, там, нужно больше, чуть-чуть поработать. Там, Маше нужно год, а Паше нужно четыре года, чтобы поработать. И не факт, что Паша не поплывет после этого, там, а Маша будет плыть, а Паша все. Ну, как бы, это все разное, это совершенно, вот нету одного, мне кажется, что... Стереотипа нет ни у кого. Да. Но это есть путь. Одного даже пути нет у спортсменов одинаково, у всех все разное. Каждому, каждому. Ну, и уже один из последних вопросов, Олимпиада 2020 в Токио. Ну, увидим мы вас там. Я не загадываю. Я уже давно не загадываю. Как бы, я не отобрался в Рио, мне не хватило там двухсотых, двухсотых ради третьей Олимпиады, да, которую, по сути, я положил под это так же, ну, четыре года. Сейчас я прожил еще три года, и они пролетели в один момент вот так просто. Вот, по сути, ну, зачем загадывать? Если в моей дорожке это написано, значит, я буду рад и счастлив, и, как бы, ну, это будет логично в моем представлении. Если нет, ну, ничего страшного, жизнь, она идет дальше, как бы, и с плаванием все равно в любой момент. Все равно в любом случае мы уже были и на Олимпиадах, и на мире, и у нас есть медали. По сути, того, что можно достичь в спорте, как бы, о том, о чем мечтает спортсмен любой, в принципе, она у нас есть. Да, возможно, это не золотая медаль, как хотелось бы именно Олимпийских игр, но она есть. Там серебряная, бронзовая, она есть. Весь путь спортивный, все медали спортивные у нас тоже есть. Попасть на Олимпиаду – это уже огромное событие. Ты уже один из лучших в мире. Это нужно понимать, потому что золотые медали, они, их всего 42 или сколько? 42 медали, да, то есть, ну, это шанс, там тебе один на миллион. Сможешь ты им воспользоваться? Это уже другой вопрос. Поэтому, ну, я говорю, спорт – это классно. Ну, у меня так же, по сути, и… Если я отобралась после Лондона, я была уверена, что я закончу плавать. Но я родила ребенка, и в 16-м году я просто попробовала отобраться на Олимпиаду. И получилось так, что я отобралась. Да, здорово. Сейчас, возможно, я это хочу больше, чем в 16-м году, потому что… Надо было просто родить еще одного ребенка, и было бы нормально. Да, и она бы точно успела вернуться и переключиться. Наверное, мне хочется этого больше, потому что мне жалко того времени, которое я потратила вне семьи, там, вне общения с ребенком. Потому что иногда, вот, там, я сейчас разговариваю, у меня слезы, потому что я понимаю, чем я жертвовала ради того, чтобы отобраться, ну, как бы хотелось бы отобраться на Олимпиаду. Но сейчас вот даже вот на этом чемпионате России, который прошел совершенно там недавно, я понимаю, что это будет тяжело, потому что новые имена, они появляются. Это здорово. Да, я хочу, я тренируюсь, я там не собираюсь опускать руки. Но шансов мало. То есть это нужно собрать. И как это будет, ну, вот пусть будет, как будет. Ну, я буду рада, что если я отберусь на четвертую Олимпиаду. Нет, у меня за спиной три Олимпиады, и у меня медаль Олимпийских игр есть, там, я уже рада этому. И поэтому… Главное, есть семья, ну, которой можно развиваться дальше. Если все равно меня любят, дома ждут, и если даже не получится там отобраться, я знаю, что я просто развернусь и поеду домой, и меня там любят, ждут. Ну, вы яркий пример пары, спортивной пары, семейной пары, идиллия, которая смогла преодолеть все и дойти до результата. И еще вся жизнь впереди. В плане спорта, возможно, да. Но трудности, которые предстоят дальше, ну, мы к ним готовы в любом случае. Потому что, ну, мы с Настей об этом думаем, разговариваем, что когда-то… Самое тяжелое, на самом деле, начинается после спорта. И каждый спортсмен, который заканчивает плавание, вообще любой вид спорта, не только плавание, он додумывается, куда дальше, что делать. Хорошо, когда тебе попадается, да, там, человек, который тебя там забирает куда-то там, к себе работать или еще что-то, а сколько спортсменов именно теряется, и это очень тяжело. Именно найти себя для меня сейчас, это как бы вообще, я не знаю, куда, в какую сторону двигаться, и для меня это тяжеловато. Вот, наверное, вот этот страх, и он заставляет вот как бы работать, тренироваться, да, потому что вроде привык в этой системе, а вот другая система жизненная, и в которой живут другие. Шаг в сторону – это как раз тренировка, да, то есть ты шагнешь и думаешь, а, все. Понятно, будет тяжело, там, не сразу ты будешь… Сергей, для тебя после спорта какие цели, какие мечты? Нет, я просто хочу себя реализовать дальше, как мужчина, прежде всего. Я, ну, как бы, я, может быть, мог быть и лучше спортсменом, да, мог быть, но самое главное, я всегда оставался самим собой, и оставался в какой-то, ну, в нужный момент и оставался мужчиной. То есть я не предавал ни себя, ни людей, ни семью, поэтому в какую сторону ветер подует, я тоже пока не знаю. Я смотрю, я интересуюсь, есть какая-то база, да, есть образование и второе образование, ну, есть куда смотреть. Ну, не все, масса не сразу строилась, конечно. Но этот страх, он действительно, как бы, этот страх, это нужно сделать шаг и сразу за ним сделать второй, чтобы просто… Кстати, многие спортсмены только из-за этого и возвращаются снова в спорт, потому что они не могут найти себя. То есть некоторые заканчивают 22, в 25, опять снова мы видим их сейчас на соревнованиях, ребята, ну, вы вроде ушли, а заняться-то нечем, как бы. Фитнес, тренеров не хочется эти работы в фитнесе, ну, да, вроде здорово, но и, как бы, эмоций не хватает этих, да, вот эмоций от встреч на соревнованиях, вот этих адреналин и этого, конечно… Нет, я, как бы, я вообще фанат, в принципе, спорта в целом, не фанат плавания, я фанат спорта в целом, я развиваюсь в разные стороны и люблю все виды спорта, но пока, вот, допустим, встать на бортик я не готов. Хотя мне нравится самому, и я понимаю, и детям очень нравится, и те, кто рядом, они все говорят, у вас вообще хорошо получается, и вдвоем, когда мы с Настей вообще там, ну, как бы, все в восторге, да, я не готов, потому что я не остыл, как спортсмен. То есть это действительно нужно пережить, то есть, ну, наделать кучу ошибок на детях я не готов. То есть только потому, что, представляете, я там 20 лет ходил в систему надо мной, я не скажу, что издевались, да, но я сам осознанно приходил, я вставал в 6 утра, я приходил, я вот в этой системе работал, работал, то есть и сейчас, получив вот свободу, ну, мне кажется, я могу только навредить пока, если включиться конкретно со спортсменом, потому что нужно действительно остыть, понять, переосознать и уже с умом подойти к детям совсем по-другому, если вставать на бортик. Ну, знаете, есть там такая поговорка, успешные люди, они успешны во всем, поэтому я надеюсь, что мы сможем себя реализовать не только... Да, мы уверены, что все будет хорошо. ...реализовать не только в спорте, но и в жизни после спорта. Самое главное, я опять же говорю, я для меня, самая большая цель, я хочу большую семью. Настя это знает, она отбрыгивается, поэтому она готовится к Олимпиаде 2020, вот, но я действительно хочу большую семью, потому что дети, это, ну, это счастье. Есть у вас любимые упражнения для спины, для кроля? Ну, упражнений, конечно, много, и есть и у меня любимые, и у Насти. Ну, я думаю, что мы попробуем это прислать в видео или там записать видео специально для вас, и, может быть, оно появится скоро, может быть, и к этому интервью покажем какие-то по одному упражнения из нашего набора. Спасибо большое. Спасибо еще раз, и если будете у нас в Убнинске, всегда приходите в заведение «Бальзамин», на самом деле это наше любимое заведение с Анастасией, потому что мы здесь отмечали много праздников, и рождение сына, и юбилей, и все-все-все. И, конечно, огромное спасибо за вот эту съемку именно руководителям ресторана. Придя сюда, можно встретить чемпионов, да, олимпийских чемпионов. Можно встретить чемпионов, да, и вкус не только просто посидеть, но и вкусно покушать. Ну, мы уверены, что все будет. Спасибо вам огромное еще раз за то, что согласились. Вам спасибо огромное, да. Очень интересно прослушать всю жизнь, как будто сам переживаешь. Вам только новых побед в жизни, не только в спорте. Всего самого наилучшего, чтобы у вас все было очень хорошо. Спасибо огромное. Спасибо за то, что нас посетили. Мы хотели единственное попросить вас оставить автограф, чтобы мы могли кому-то торжественно это вручить. Чудесная книга со всеми пожеланиями у нас достанется нашему пловцу, который, подписчику, пловцу-подписчику, который задаст самый интересный вопрос для следующих интервью. Всегда обращайтесь, мы всегда будем рады, если что-то помочь. Во всех соцсетях мы есть, отвечаем не всегда сразу, но стараемся по возможности. Спасибо огромное и до скорых встреч. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо.